Все-таки не пионерскую узорьку, но, безусловно, рассказ о пионерах мы сегодня будем слушать в программе «Сделанную вятки», которая вот-вот начинается на 101.0. Добрый день еще раз. Меня зовут Владимир Сметанин. В традиции я приветствую историка, краеведа, руководителя Музея инженерных наук ВятГУ, президента Вятского ретроклуба Евгений Питунин. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый день. Будьте готовы. Будьте готовы. Всегда готовы, соответственно. Ну вот, знаете, для меня тоже большое значение имеет эта дата, 19 мая, меня принимали в пионеры, не исключали, кстати, из пионеров. И вообще, праздник-то такой, знаете, у него есть отправная точка, 1922 год, да, ведь? А официально он ведь не отменялся. То есть вот как-то с прекращением существования Советского Союза, вот все это закончилось, но никто конкретно не говорил, что день пионерии больше не празднует. Ну, если вы считаете себя в душе пионером, если у вас еще сохранился пионерский галстук, пионерский значок, мы вас безусловно поздравляем. Ну, давайте сегодня посвятим историю, все-таки, да, историю появления пионерской организации вообще в стране в целом, в нашем регионе в отдельности. Когда-то очень давно я прочитал у директора Госпеку и Елены Череновских историю о том, что колыбелью пионерства в нашем регионе был Налинск. Есть сведения об этом у вас, подтверждающие? Есть такая версия, но тогда все начиналось сразу бурно и стихийно. Все равно была указка из Москвы, все равно было принято на съезде комсомола. Ну, замечу, что не совсем пионеры, хоть и первые, они были не совсем первыми. Пионеры с 1922 года, еще раньше, с 1919 года пытались социализировать, коммунизировать детей и создали молодежное движение под названием «Юные коммунисты», сокращенно «Юковцы». Ну, это была предтеча пионеров, но вот «Юковцы» ни название фонетическое, ни прижилось ни концепция, поэтому… Это в стране вообще, в принципе, в целом, да? В стране, да. «Юковцы» уже забытая вещь, вот, и поэтому, в общем-то, взяли всю атрибутику скаутов, то есть шорты, барабаны, горные, галстук и вместо зеленых красные. А движение скаутов – это начало самое, 20-е века, да? Да, в 19-м даже было, а не в Европах, где-то у нас, да, приобрело. И упор на какую-то выносливость, туризм, изучение чего-то там, спорт, единство, вот, ну и политизировали, конечно. Ну, началось все, естественно, в 1922 году. Сентябрь 1922 года пионерская организация «Авятская губерния» насчитывала всего лишь 200 пионеров. То есть, я не знаю, на лиц, клятому, ну, началось… Началось, началось, да, тогда было, видимо, еще опасно выходить. Я думаю, что не раз и не два и по Налинскому уезду, и по Слободскому, и по, там, другим, Малмышскому звучал эпохальный клич, который увечен в фильме «Республика шпит, пионеры наши бьют» или «Пионеры бьют». То есть, были, я думаю, что стычки боевые, да, говорят еще. Ну, вот началось потом, началось и началось. Я говорю, 200 пионеров, а на начало июня 1923 года уже пионерская организация «Губерния» насчитывала 1100 пионеров, а в июне 1924 года 3000 пионеров, а в 1929 году уже 20 тысяч пионеров. Вот тогда уже… Чем обусловлен такой быстрый рост, в общем-то, стремительный, активная такая пропаганда на местах, в школах? Ну, вот как задали этот импульс, этот лидеризации, так вот он, видимо, и развивался, и уже годам к 40-м, 50-м уже был охват пионерии 100%. Ну, мы к этому подойдем, но тогда это было все вновь, все было интересно, на пионеров смотрели, как на Дюковинку в том же фильме «Республика Шпит». Видно, что они идут, трубят, и большие, и маленькие под ногами путаются, и все в галстуках. Кто-то агрессивно встречал, кто-то приветствовал, но тем не менее, это было что-то новое, молодежь к новому всегда стремится, и поэтому в пионеры стремились. Но в начале, хоть и охват был масштабный, но попасть туда было непросто. Это в наше время там уже было все по-другому. В наше время, в смысле, в последнем Союзе? Ну, вот я пионер 60-х, и я потом уже, к этому времени мы придем понемножку. А тогда в пионеры попасть было непросто. Такие условия становились? Ну, вот, например, у нас в губернии была, в пионеротряде была введена программа испытаний по разрядам. То есть все пионеры делились на три категории. Видимо, это типа дедовщины, вот в армии были эти духи там, салаги. Там всякие... А, то есть по времени, что ли, присутствия в пионерской организации новички... Самое раннее вступление в пионеры новичок должен был сдать нормы на третий разряд пионеров. То есть он должен был хорошо знать и выполнять законы и обычаи юного пионера. Знать салют и девиз, уметь вязать морской узел, делать несколько гимнастических упражнений, знать песни варшавянка, баклажечка и картошка. Вот, уже принято. Послушайте их сейчас, к сожалению. Для того, чтобы стать пионером второго разряда, это уже вот солиднее. Пионер должен произвести описание прогулки. Описание прогулки, что это такое? Ну, сходили пионеры с барабанами, с горными. А, и написать отчет. Написать, да, уметь. То есть связано, излагать мысли, видимо, уметь зажечь костер. Тоже логично сварить пищу на костре, правильно ориентироваться по компасу, знать и рассказать о комсомоле, и даже знать азбуку Морзе, и уметь оказать первую помощь. Кто из нас, пионеров 60-х, знал азбуку Морзе, ну и дальше. Ну, такие отголоски скалодского движения, они очищаются, конечно. Пионеры первого разряда, они обязаны были прожить две недели в лагере и должны научиться плавать, провести беседу. Я не понимаю, провести беседу, провести интервью, иметь трудовые навыки, знать пионерские игры, историю пионерского движения, уметь рассказать о коммунистической партии, освоить минимум необходимый санитару. И вот я замечу, что это когда ребята с большим упростом стремились получить эти разряды. Слушайте, но ведь это довольно серьезно, довольно обширно. Вот это мне нравится, это было хорошо, это был принцип соревновательности, это как бы стимулировало принятие, это вызывало зависть у тех, кто не поступил. То есть юный гражданин, он по ходу своей пионерской жизни сдавал на эти разряды? Да, наверное, через год, через полгода, на третий, потом на второй, потом на первый. Как у него была возможность? Ну, вот представляете, если, к примеру, тогда стремились и много было очень, как говорили, комсомолы не союзная молодежь, то есть не пионерская молодежь. Вот, видимо, все-таки было что-то вот харизма, не харизма, но что-то красивое вот в этих маршах пионерской, острых атрибутиках. Ну, действительно, вот я читал историю пионерской организации Вятской губернии, позже Вятской области, вот при организации, например, пионерской дружины в сегодняшнем Вятскополянском районе создали группу и вывели впервые на пионерский эстер. То есть принцип был, то есть эстры жигли по периметру небольшие звеньевые, но в середине потом, когда эти эстры прогорали, то зажигали эстер уже центральный большой. Вот там все это было красиво, то есть, как бы сейчас сказали, фаер-шоу. Вот, в это время в кустах там несоюзная молодежь пряталась, и они подождали, утухли звеньевые эстры и набросились на пионеров, когда они разжигали большой эстер. И завязалась грандиозная драка, по разным сведениям, там от 20 до 40 человек, но пионеры себя отстояли, смогли отстоять. Маршем под барабанный бой они вернулись, несмотря на потери, с достоинством вернулись, видимо, в поселок, заявили в милицию, ну, конечно, были разборки, но тем не менее, вот пионерам быть даже было и опасно. Это какой год? Начало, это где-то 20-е, 20-е, середина. А как тогда выглядели пионеры? Пионеры... Какая атрибутика была уже? Ну, конечно, красный галстук был обязателен. Вот, поначалу он не завязывался, он скреплялся специальным, таким, до войны, это практиковалось специально, был значок, который вместо узла, в принципе, у скаутов такое было, ну, обязательно горн, барабан, ну, шорты от скаутов перешли, ну, может, там, белая рубашка, и ритуалы, там, конечно, салют, приветствие, будь готов, всегда готов, клятва пионера, вот, в тетради была на последней странице, это почти что присяга армейской, присяга лайт, где не было слов, что если же я нарушу эту трожественную присягу, пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Вот этих слов не было, остальное все любить. То есть клятва, она менялась на протяжении, да? Клятва Ленину, партии, государства. Она менялась? А вот это знаменитое перед лицом своих товарищей, торжественных... Она, по-моему, не менялась, она такая была. Но это-то, ладно, клятва клятвой, но вот это все быстро начало превращаться, если не фарс, то в какое-то подобие фарса. Да, так что вы не думаете? Вот шло десятилетия одно за другим, когда напманы там и прочее, агрессивные противники пионеров исчезли, когда пионерия хватило тотально все, начальная класс и все, и вот стали спускаться циркуляры. Я выписал вот из обычаев пионеров, где, да, обычаев пионеров, так и называется, скорее всего, причем прошу учесть, что это не самодеятельность какой-нибудь там сельской училки. То есть официальная бумага сверху. Это официальная бумага сверху. Это обычаев пионеров. Я не знаю, когда они стали, но, по-моему, вот эта война уже была принята и дошли они вот до 80-х годов. Внимание, пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу как встанька. Это я не придумал, это я дословно с этим. Это бумага официальная. Да, то есть вот пионеры стелют постели своими, а не чужими руками. То же верно. Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, что зубы друзья желудка. Вот я вот, честно говоря, это думаю... Ну, понятно. И насказание такое, но понятно, о чем идет речь. Без зубов, видимо. Пионеры точны и аккуратны. Ну, почти. Пионеры стоят и сидят прямо не гордость. Прямо захотелось за микрофоном распрямиться к пионеру. Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. Сегодня звучит это многогранно. Помощь, в первую очередь, тут имеется. А тут услуги людям. Разрешите помочь. Пионеры не курят, курящий пионер уже не пионер. А что, исключали? Нет? Нет? Не помню, я так просто до запорения. Пионеры не держат руки в карманах. Держащий руки в карманах не всегда готов. Вот как это. То есть он, видимо, не может честь отдать где-то. Пионеры охраняют полезных животных. Полезных, еще вредные. Пионеры, ну, это заключение обобщающее, пионеры всегда помнят свои обычаи и законы. Вот я думаю, что это доставало, когда, наверное, на каких-то линейках или чего-то, или на приеме, вот надо было наизусть вот это все зазубривать. А еще и исполнять. Вот да, я вспомню, нас в школе принуждали писать распорядок дня, вешать на стену и... Соблюдать. Да, и докладывать, да, докладывать. А не нарушил ли? И в чем обязательно было иметь маленькое нарушение, чтобы покаяться? Ну, вот из такой боевой организации, боевой, политизированной, военизированной скаутской организации, скажем так, к послевоенному времени, пионерия превратилась уже больше в такую декоративно-политическую прослойку, охватившую фактически всех школьников с третьего по седьмой класс. Вот, не было конкуренции, принимали всех подряд, это было красиво, да, это было, конечно, вот эти... в школах на сценах пионерских хор, и это в белых блузах, вот, уже, видимо, шорты производились не путем обрезания штанов, а продавалась в магазине специальная пионерская форма с 60-м годом. Это был какой-то желтень и ремень с этим, с пламенем стра на бляхе. Это были такие, типа, пилоты, которые испан и назывались красного цвета, самые продвинутые были из Истечпе. Они напоминали больше берет какой-то, да, вот они? Нет, это остроуглая пилотка. А, остроуглая пилотка. Без загибов. То есть, вот это, видимо, пришло из Испании, испанка. Это все 50-е годы после военной. Это 60-е годы. Это 60-е годы. Тогда прием был массовый, мне вот не повезло. Но принимали-то октября, насколько мы помним. Октября, да. Мы стремились в эти пионеры. Это, конечно, все, это ждали. Это мечта была в третьем классе. Вот. И мне не повезло, потому что меня принимали 20 апреля 67-го года. Это мой день рождения. А 20 апреля 67-го был похож на 20 апреля нынешнего года. То есть, был снег, метель и буран. А что мне повезло? Вот поэтому, как будто принимали 22-го, это все оттаяло, принимали... У нас там день рождения, Владимир Ильич Анатольевич. Да, вот где сегодня памятник, скажем так, моей бабушке, где раньше был Владимир Ильич Ленин, это напротив октября памятник, вот где сейчас медсестра. Вот принимали там, принимали у свежевыстроенного вечного огня пионера, все, а нам просто в актер... Вот там вот вечный огонь. Самое ужасное, что я потерял свой пионерский галстук. Надо было идти кулёк конфет. Традиция была в школу принести, чтобы всем день рождения раздать. И никого дома нету, телефонов мобильных нету, где галстук, надо бежать на собрание. И в последний момент я обнаружил висящим его на дверце шифонера. Я, конечно, все перерыл, все, что мог. И вот я помчался. А тогда уже галстук и были... Двух видов был такой старый, такой винтажный галстук. Это был действительно ситцевый и обмётанный. Чем-то типа оверлока вот того времени. Их было мало. Они уже застиранные такие были. А в наше время были такие скульские синтетические галстук. И вот завязывать я его-то не научился. Я помню, пришёл. И с замиранием сердца я стоял на линей, держа на согнутой в локте руке этот галстук. Когда уже такая большая, сформировавшаяся пионер-вожатая по фамилии Ганичева, тогда она была Жирова, известный нынче юрист, вот она мне повязала галстук. Я ей был до подмышки, в общем-то, ростом, наверное, она мне этот галстук повязала. Вот тогда-то, наверное, уже была известная фраза. «Повяжешь галстук, береги его». Он же с нашим знаменем цвета одного, который Губерман, конечно, перефразировал в не менее известную частушку. «Не стыдись, опьяница». Но со своего он же с нашим знаменем цвета одного. Я не знаю, что сейчас популярнее. Но, понимаете, вот начиналось... Подождите, почему не научились, Евгений Альбертович? Галстук-то почему не научились? Я не знаю, вот я и сейчас не умею галстук перевязывать. Я всегда смотрю на фокус человека, который за 3-4 движения одевает галстук, и на себе он его тут же завязывает, превращая в какой-то узел. Я не научился завязывать и галстук. Сохранили галстук у себя где-то там лежит? Если не мой, то где-то дома был. Я даже хотел поискать, но подумал, что я повторил опять подвиг летней давности, что опять опоздаю на эфир, потому что буду искать галстук где-то. А вот сегодня Николай Голиков пришел на эфир и сказал, «Я сегодня свой галстук достал». Голик вообще выдавал себя до определенного времени за сына пионера, героя Лени Голикова. Ну ладно, Голику мы еще и к пионерам-героям подойдем. Да, 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 Голик будет Альгой поговорить на эту тему. Ну вот, начиналось все хорошо. То есть вот этот барабанный дробь куда-то вводили в зал, куда-то там знамя вносили, ставили, или отличницы шли, и вот рядом с этим знаменем, то есть эти знамя дружины, звездочки, и там отряд боролся у нас, класс, боролся отряд за имя, чтобы им присвоили. Этот герой был Широнин, такой родом из Ирса, ну типа мини-панфиловцы были тоже где-то там, и они подбили, и все. Но это реальные были герои. Вот Широнин был еще жив, там, по-моему, до 50-х годов. Нам присвоили, конечно, имя. Кто-то мне рассказывал, что пришел этот в класс ветеран какой-то и герой, тогда еще было много героев, что вроде классному руководителю что-то вроде боролись за присвоение дружины, присвоение моего имени, а что-то это дело заглохло, перестали бороться, подстегните, чтобы снова начали бороться. Ну вот, человек уже в годах был такой, да? Были звенья, знаете, вместо звездочек. Ну, мало что изменилось. Но вот у нас был тотальный прием пионера, и не приняли одного моего одноклассника. Почему? А потому что он негодяй спер у меня офицерскую линейку перед этим, и у него дома были авторитарные родители, они его за этим делом отловили, заставили покаяться. А он, дурак, пришел и сознался. И вот, как бы, был проступок несоразмерный. Это как бы всем классом, что бы происходило, да? Был проступок несоразмерный с наказанием. То есть, наказание не принять пионера, для него это была личная трагедия. Ну, приняли там через две недели в тихую. Но это я единственное отставил. Я пострадавший, я отставил. Да примите вы его, отстаньте вы от парня. Его не приняли, но психику, видимо, парню сломали. Ну, вот, начиналось все хорошо. Ну, вот, представьте, в армии, вот, за два года, вот, наши советские службы в армии, как менялся боец от духа бесплотного, через, там, салагу, через черпака, через все за два года. Вот он уже дорастал до деда какого-то, и все. А пионеры, вот, они были третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой класс. И ничего не менялось. Вот, если, типа, начало это интересно, пионеры, эти, там, бой барабанов, эти пионеры лагеря, песни и все, то шестому классу уже как-то тебе это вот то же самое, когда тебя в пятый раз или в шестой раз гонят на те же линейки, а у тебя в мыслях, там, голова занята, там, бетлами, мопедами, магнитофонами, уже противоположным полом, и тебе эта линейка как-то фиолетовая. Но ведь были люди, которым мы, наверное, не задумывались об этом. Были люди, которые делились на две категории, которые были уперты, которые действительно во все это верили, это были вот дубоголовые, которые, видимо, потом вот чисто за идею ломанулись, они заняли, наверное, низовые это должности комсомольских партийных органов, потому что выше они по интеллекту не прошли. И были, говорят, хитро, ну, понятно, хитромудрые, которые, в принципе, все понимали, которые, в общем-то, адаптировались к процессу, они изображали... Лояльность. А потом вот они дошли уже до чинов потом дальше, если они поняли, что это не хил, это типа пионерская комсомольская партийная линия, они доросли уже до довольно высоких, их-то чинов Омаха и Омаха, и прочее. Но ведь это ведь к чему привело? Вот это вот пионер должен быть там чистить зубы, там помогать и т.д. А когда принимали 100%, то ведь пионеров принимали, это их отморозков, от которых у учительниц несчастных дыбом волосы вставали. А все равно надо было принять, приходила указивка принять 100%, вот их-то и не надо было. Не моего несчастного напарника, который спел линейку, а вот именно ту гопоту, которая с трудом пополам доучилась до 8 класса, и потом их с облегчением школа выпунула, и они где-то растворились в небытие, многие попали в тюрьму, ну зачем их было держать, это был явный балласт, но они были пионеры, они так же бодро маршировали, они ездили в пионер-лагеря, и все. Вот пионерию сгубила вот эта вот тотальность. Тотальность, то есть нужно было эксклюзивность-то сохранить, да? И хотя бы что-то менять. Избирательность. Ну да, вот еще ритория, «Пионерс». И вот, конечно, вот этот гимн «Пионерс» и эта несчастная ртоша, вот я ее терпеть не мог, я ее до сих пор, и вот эта хором, это вот полная дебилизация была, эту «Тошку, Тошку, Тошку», сколько раз повторять ее петь, там что-то еще, ну «Звейтесь к острами» это, ладно, там. А «Звейтесь к острами» в каком году? Да, по-моему, чуть ли не с 20-х годов, там «Силья ночь», видимо сразу «Пионерс», но что-то тоже пели, но были красивые, очень мелодичные песни, вот я при всей своей немузыкальности, я, конечно, попытаюсь, вот до сих пор вот на уроках пения вбили в голову, и когда «Пионеры» пели, вот, например, я теперь вспоминаю, как песню «Пионери, первый отряд», вижу снова рабочую пресню и знакомые лица, ребят, «Скромный галстук», «Красный галстук» и «Скромного сица», «Первый зов, первый клич», «Буде готов», «В синем небе я вижу зерницы», «Золотых пионерских остров». Это было просто красиво, смысл уже был на втором плане. И были, вот устраивали пионер-шоу, то есть в эпоху горячо любимого Леонида Ильича Брежнева, были очень популярны, и в Кремлевском зале, и все, вот очень жаль, что это ушло, когда выходила, там, «Орала пионеров», «Сотни-две», и они пели, и это песни, пионерские, и там, ну, песню нам пропои «Веселый ветер», потом эти несчастные, «Крылатые очели» и т.д. и т.п., а потом эти пионеры выбегали, выбегали в зал, и престарелые, там, члены политбюро выходили навстречу, им повязывали эти галстук, и ветеранам, им-то это было трогательно, до слез. И вот если бы эти ритуалы вот сейчас в какой-то степени вернулись, наверное, этому бы обзавидовалась любая правящая партия, но, увы, ах, но вот хотя бы с точки зрения музыку можно было расширить не только за счет Нагиевского и Первоканальского этого голоса для детей, но и хотя бы ушедшие из нашего телевизора явления, как вот эти большие детские хоры, или хоры, не помню, как правильно. Но Большой хор, по-моему, радиотелевидение существует еще в российском. Юзофейра, видимо, эти эфиры, вот они бы звучали, может быть, и песни. Давайте сейчас, Евгений Альбертович, прервемся на рекламу немножко, передохнем, скоро продолжим. И сегодня, сделанное в Вятке, я напомню, мы вспоминаем историю пионерской организации. Евгений Питунин, историк, ревед, руководитель Музея инженерных наук РГУ, президент Вятского ретро-клуба, рассказывает кому-то впервые, кому-то просто напоминает о былых делах пионеров. Ну что, продолжаем. Ну так, Пути готовы. Всегда готовы отвечать. Всредители всегда готовы. Слушай, о форме, о ритуалах, об этом поговорили. Еще один такой обязательный атрибут пионерии, это пионерские лагеря. Ну почему пионерские? И они были, в общем-то... До сих пор многие пионерские лагеря называют. Они есть, это, в принципе, были общешкольные лагеря, но, видимо, надо было как-то, вот, что они пионерские, и поэтому пионерские лагеря, они были, они есть, сейчас в другом формате, но и так далее. Вот, честно говоря, был два раза в этих лагерях. Будучи школьником? Да, будучи пионером, пионером даже. И оба раза я, видимо, был совершенно не социализированным ребенком, я удрал в родительский день, а один раз даже раньше, потому что, ну, не мог. Я вот, когда... Это сколько там? Суток продержали. Сколько? Когда тебе будет утром рано, ты еще хочешь спать, тебе вот ночное существо, а тебе будет ни свет, ни заря, и гонят делать зарядку в какую-то сырую, мокрую траву после дождя. Когда на тихом части ты взял панишку, захотел почитать, а тогда суровые такие были законы, что вот ты должен спать, вот ты спать, закрыть глаза, и все, и тупо лежать. Когда ты... Вот считалось, что... Когда ты хочешь там где-то посидеть на речке, порыбачить, тебя тупо заставляют подметать дорожки или ходить с краем изучать какую-то, господи, прости, песню, которая тебя с души воротит, и все, поэтому я даже стремился вот уйти дежурным по лагерю перед входом, грибочек был, сидишь, берешь книжку, сидишь, читаешь, там, идешь обедать, идешь тихонечко обедать, когда перед всеми, чтобы там не занимать места тебе повара побольше в два раза всего положат, вот и все, но не нравилось мне, кому-то нравилось. О лагерях сейчас много, конечно, всего сказано, показано, и фильмы, и романы, начиная, видимо, эротик в пионерских лагерях, начиная от Тополя и кончая «Рос 100 дней до приказа». тоже не припомню сейчас сразу. Ну, редактор, литературные газеты. Да, да, да. Ну, хорошо, не так важно. Об этом тоже, даже фильмы сняты, но там больше, конечно, и «Пионер вожатые», хотя и «Пионер» тоже участвует, и прочее, прочее. Ну, наверное, это явление было, оно вот в определенной степени сохранилось, хотя «Пионерия» пропала лагеря, но надо было у Тата детей, деть из этих естественных коммуналок и хрущевок на одну смену на целый месяц, несмотря на непогоду. Сколько, кстати, смен это длилось? Да, 21? Ну, вот в последнее время 21 было принято, сейчас будет, а 19 я скачу. Ну, это было трогательно. Автобусы собирались вот на площади у Спасского собора, туда детей с Атомами провожали. Лучше всего, конечно, описано отправление в «Пионерс» и лагерь двух дочек в книге о вспоминании Вертинского. Их отправили с хорошими ожеными чемоданами, это было еще, видимо, но отправляли, видимо, куда-то далеко, а не в послевоенные годы. Далеко, возможно, на море отправляли. Да нет, там попал. Это по Москве было с хорошими чемоданами, в хороших платьях, откормленных, таких, когда они вырвались из этого «Пионерлагеря», они были неизвестны в каких обносках, там, в свите редраном с надписью «Коля», там, где-то подшитым внутри, один был фанерный чемодан, там, где-то пустой, на двоих, вместо двух кожаных. И когда эти две, Анастасия и Марианна, да, у Вертинского дочеки, они тут же из «Пионерлагеря», войдя в квартиру, они бросились на кухню, открылись ворот и стали пожирать и пожирать и пожирать холодные котлеты прямо со сковороды руками, пока вот там всё это не кончилось, что было. Так что, вот у каждого свои воспоминания об этих «Пионерлагерях», ну, были, конечно, и танцы, были вот впервые там в «Пионерлагерях», и опыт какой-то свободного общения, вот тогда, помню, очень был популярен «Твист», и «Пионерки» лихо в своих этих мини-форменных их-то юбках, конечно, юбки у «Пионерок» были, неоспешком, да, ну, проходило время, ты уже там дозревал до седьмого класса, и уже в шестом классе было совершенно, как бы сейчас дети сказали, беспонтово носить галстук, в школу ты носить его был обязан, если ты не пришёл, тебе могли послать урок домой, что и бывало, приходилось бегать, благожил недалеко за галстуком, но когда ты выходил, то шестой класс, это уже абсолютно, ты бы в дворовый, уличный социум не вписался, то есть сразу выходя, ну, видимо, как малолет, об отани, там, что-то такое было, ты его снимал, и сразу в «Роман». как-то так стыдливо высоко стоит, да? Мы даже не надо, вот я думал в этот музей ревеческий, в свой этот кружок заниматься после школы, галстук, «Роман», я не хотел этим самым пионерами, и многие в седьмом классе, в седьмой тоже были пионеры, это ведь представить на сформировавшихся семиклассницах пионерский галстук, нет, и все скорее старались лучше пораньше вступить к мсомол, чтобы заменить галстук на красивый, на чёрной форме, пионер этот, мсомольский значок, такой рапин. Вот так вот начинался закрад пионерии, потому что не менялось, вот ты одни и те же ритуалы должен был там пять-шесть лет проходить, когда за годами у тебя менталитет менялся, тебя в принципе учили одной пионерской клятвы, которую ты принял в третьем классе, а в шестом повторять вот ты должен был. А общественно полезные дела за пределами школы? Конечно же, общественно полезные всегда были, сбор металлолома, сбор макулатуры, это отдельная тема, знаете, это отдельная. О них можно столь рассказывать, и это, да, пионерские эти, спортивные, состязанцы, Зорница, конечно, Зорница, 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 я помню, что там строили снежные крепости. Зимой, что ли? Зимой, да, весной, где-то уже в начале подалип и снег уже был снежный, и играли там. И, значит, там мы сидели один год в крепости, у нас был игрушечный телефон, и вот это, меня, дозорного, я должен был по телефону из АОПа сообщить о приближении неприятеля, тоже пионерского, и у меня этот провод оборвался, меня тут же, ну, там надо было сорвать погон, меня аннулировали, но я ничтоже сумняшися, я с неприятелем, раз меня уж, куда, я так же это, наступал на собственную крепость, потому что играть-то хочется, а все это уже вроде как все разрушено, как это было, там половина погона ранен, целый погон, все, а там бумажный погон срывали, и поэтому в пионерских лагерях вот родительский день, а после родительского дня шоу, потому что привозили еду, там, дома, таска, вот дворовое общество, велосипеды, ой, жизнь хороша, спишь, надоешь, когда хочешь, читаешь, что хочешь, никто тебя не принуждает подметать тропин, или там изучать песни, ходить с троем, и поэтому было у многих шок, и поэтому в конце пионерлагеря тоже была зорница, военная игра и поход, и поэтому все будут уговывать, оставайтесь, оставайтесь, будет поход, то есть не я один был, вот, было дело поставлено, но, конечно, вот мое поколение было, пожалуй, единственным, кто вот еще в это все верил, вот я насчет хитро-мудрых, ты говорил, у нас была девочка одна, в классе училась, даже могу фамилию ее назвать, она сейчас в Эмерсской области живет, тогда мы были пионерами и писали мы диктант, и потом, ну, или там был урок такой, чистое писание, у меня соседка по партии, пионер, она писала очень размашисто, это когда, вот даже письмо был такой предмет, и у нее письмо не влезало в графу, она писала пись и ставила точку, и вот этот предмет под названием пись, там писали письма мы вот, слова под диктовку, это еще такой, задаток диктанты, и потом ходила училка и спрашивала, скажите, дети, какое слово у вас лучше всего получилось, и то, это мама, рама, папа, каша, кошка, и одна девочка с придыханием, Ленин, и у всех в мозгу-то это переклинило, и все, и у меня лучше всех, Ленин, и у меня, и у меня, и у меня, вот это вот, факт за пионерами уже были, легкая фальш, пионерами, вот это была легкая фальш, а любая фальш детства она улавливается, и вот она улавливалась, улавливалась, кому-то вот это все понимало, а я вот как-то, то он реагировал, и не мог адаптироваться, ну, и постепенно, мои дети уже, вот им, это пионерия, дочь принимали, все им было, настолько это, в 80-е годы, настолько это было фиолетово, настолько все это уже было, смешно все эти пережитки, уже страна катилась, куда-то там непонятно, и вот сейчас, надо, вот я слышал, с начала передачи, вот эти, наш опрос, опрос, о возрождении, люди очень хорошо и трогательно говорили, надо возродить, конечно все, дети там отбились, дети шпанят, но они и раньше шпанили, пионеры урили, и такие вещи вытворяли, и они кто-то были, пионерские, мама не горюй, там частушки даже, это, я на всякий случай в руку, взял облома ирпича, и ответил, я несу, я Орлёна Ильича, такой песен, был надежный, там-то и были отморозки, то есть, все это, вот, это же надо, куда-то, это от обратно, но в лучшем случае получится северная рея, да, да, они интернеты, ничего, загоняют, и все изображают счастье, радость, но нельзя вернуться, надо придумать что-то, а никто не может, рецепт-то не знает, что-то. Подождите, но вы же знаете, что в октябре 15-го года Путин подписывал указ о создании российского движения школьников, правда, пока мы не знаем что-то. но сейчас, что подписывали, сейчас ведь, вот, зачастую такой бред, вот, я читаю, там, создано молодежное, там, молодежное движение, юный исследователь, ну, ну, боже мой, ну, мама, ну, а у нас в Иеросболости еще круче, у нас создан этот, юный, там, скажем, всиновец, то есть, юный тюремщик, это, это, начальство молодцы, инициатива, там, ветераны, мы детей, юные всиновцы, с дальнейшим прицелом, особенно, вот, после этой ахинеи, под названием, власик, тень Сталина, отдавать, вот, эти органы, но это ладно, но, вот, где-то мне в соцсетях попалось, ладно, там, Зюганов, там, вручает, и это, галстук, и у Мавзолея, кстати, Компартия до сих пор, он принимает, с одной стороны, для кого-то, это, вот, упертые, твердоглубые, есть, которые верят в это все, для других, это степ, там, и круто, пофоткаться на, на айфончик, и потом эти фотографии, в гольфиках, и все показать, это, это прикольно, это все, но, вот, недавно в соцсетях мне попалась, картинка, которая, фотография, которая меня сразила, она была подписана, теперь ты видел, все, называется, православные пионеры, на заднем плане стоят, и это попы, а спереди, значит, пионеры, стоят в золоченых ризах, их-то, вот, как церковная служба, держат, и это хоругви, а на грудях у них пионерские, красные галстуки, и на головах у них красные, пилот и испанки, вот, действительно, я теперь видел все, вплоть до православных пионеров, если хотите, создавайте, где угодно, что угодно, какой угодно, клуб, я не удивлюсь, вот, но, вернуться к тому, что было, нельзя вдавить, в той форме, в тюбе, пасту, выдавленную из тюбе, ну, можно, но это очень сложно будет, это сломка всего тюбе, поэтому, я думаю, что о пионере у нас остались приятные воспоминания, о нашей свежести, молодости, вот сегодня я иду, и никого нет, ни одного пионера, хотя бы у фонтана парочку повстречать, а ведь тогда был бесплатный проезд, для пионеров, для пионеров на троллейбусах, на сине-желтых троллейбусах, МТБ-82, отались пионеры, мало того, прошел слух, что будут бесплатно на самолетах пионеров, на старом аэродроме, и мы бесплатно поехали в Ганино на аэродром, и пешком шли от площади 20-го процесса на этот аэродром, но у них умных пионеров оказалось там, мама, боже, это мы полгорода, самолет взял 10 человек, рук там полетал, зато мы потом послал, мы этих самолетов лазили, в общем, у каждого есть свой день пионерии, самый запомнивший свой прием, это первый поцелуй там, и прочее, но молодость нельзя вернуть, пионерию нельзя вернуть, поэтому будьте готовы, вас всех с наступающим, хороших вам воспоминаний, и сегодня приятных вам воспоминаний о своем пионерском детстве. Вот такая пламенная, пионерская, зажженная речь Евгения Питонина, истории кровет, руководитель Музея инженерных наук, и от ГУ, президент Редского ретроклуба. На этом очередная программа, сделанная в Вятке, завершается. Слушайте нас ровно через две недели, в это же время. До свидания.